друзья едем обратно слева клубничные поля ох как там торчит ягодки такие крупные все цветет и уже большие крупные я завтра пойдем за клубника и вам покажем все значит светит солнышко в нужном направлении не слепит наш объектив соответственно вы наверное должны видеть хорошую картинку так я подозреваю вот посмотрели мы света морских слонов очень покойно у них того что значит жизнь без мужиков ты понимаешь покой торги жда гладь до позже благодать детки там лежат спят а мужики уплыли на поклевку то еще не то что они в клювике принесут ничего не принесут просто не обжираться будут да вот эти красивые летают стрекозки там впереди это место где вот с этого с этой дороге очень хороший будет ракурс да это место где ребята на змеях серферы на змеях но вообще я вижу там буквально три-четыре человека но может быть пять-шесть немного совсем вот это вот песчаная гора слева она постоянно осыпается вот нам объяснил местный экскурсовод что когда хотели строить железную дорогу когда-то давно хотели строить железную дорогу вдоль берега и вот из-за этой осыпающиеся горы но нет и там еще есть вот из-за этого отказались от этой идеи ну все таки все таки все таки дорога все хорошо вот когда красиво видно хорошо видно да да отлично видно вот когда ты едешь в южную калифорнию да там железная дорога вот вот как мы сейчас по шоссейке едем вот так буквально железная дорога идет вот они когда-то и построили вот прям так и идет ну да может быть десятка полтора сейчас вот видно этих самых немножко на правой камере ну немного не увидишь там так по чуть-чуть по чуть-чуть у нас есть более подробно так и даже с музычкой я помню я музычку ставил так давай опасно люди выезжают ну что вот узнали мы про их жизнь эту слоновью так марс 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 по словам ну как те же ну как детка на тяжелая жизнь в общем то каждый выживает как можно типа да они рожают не так где-то отдельно по 70 по 70 фунтов рождаются у них детишки и они потом целый месяц мамку сосуд 4 недели сосуд да и нарастают до 150 фунтов это грубо говоря где-то там 150 200 килограмм ну что нибудь там да и дальше они эти детки лежат на берегу не кушать ничего не пьют бедные ничего и только голод заставляет их снова войти в одну и снова те первый раз войти в эту воду и там прописка виду и вот нам сказала игре хорошо если кто-то испугается не войдет также никто не учит как нужно плавать от птички учат своих птенчиков летать за их никто не учит они лежат на берегу и все это испугается не пойдет это номера голодной смерти тут уже вот выбор такой что не есть либо ты поплывешь и будешь кушать и либо тебя акула съест там есть риск воде что акула малышей съедали ты никуда не пойдешь и умрешь голодной смерти вот так вот ребята жизнь расставляет человек в общем то тоже так жил почти все время правда да кто не работает тут и помирает голодной смертью а даже если он не может работать там по болезни по инвалидности нет человека и все вот так что закон джунглей выживает сильнейший а потом приезжают мужики наводят порядок начинают этих бабки литта по-своему до грызутся до совсем до смерти у них даже здесь на груди такая специальная кожа формируется от укусов они все время друг друга грызут вот так за горло зубами огромными я не специальная кожа тогда мозоль формируется которая не дает пропустить на сквозь и горло передрызть а вот нас иногда вот там она показывает тут наверно где-то и затесавшийся мальчик один там есть пару мальчиков вот это мальчики которые могли просто не уплыть прошлого раза то есть они выросли из деток да у них нет вот этой мозоли очень не уплыли гор не уплыли когда они вступят схватку со своими же собратьями они очень могут быть просто съедены поэтому они остаются с девочками когда остальных нету так вот интересно друзья хорошо что мы с вами не вот так вот более цивилизованно более сюда акулы нас не беспокоят там уплывать уплывать к берегам аляски чтоб покушать не надо у нас свои это правда мы им завидовать не будем агнином на работу они не ходят там за рулем сидеть не надо у них простая же понятно просто атаку вы ныряешь глубоко они глубже чем акулы могут они могут на акулы так как так глубоко не могут они уходят атаку красиво вот скажи все дорога красиво потрясающе просто потрясающий вид какая-то энергетика здесь хорошая добрая ой там коровы наверху хорош такие мордатые коровы такие интересные коровы вот когда в стадии они все как бы одинаковые то есть они с пятнами то они все с пятнами нет такого же одна красная одна черная на коричневая вот я помню стадо в россии то что мы видим там деревнях как это не ладник папа нет но если в деревнях то есть это не колхозное стадо а просто пастушок выводить его каждый из свою корову отдает поэтому они все разные они все были разные а здесь вот очень красиво они все такие стройные одинаковые ну потому что это коммерческое производство и ваш коммерческое соответственно их берут в каких-то питомниках и как бы все это потоки всего потоки я помню вот мы когда собирали картофель студенческие годы вот тут что-то продают а вон там продают хочет остановимся и остановимся давай значит так вот и там племенные быки были из швеции привозили племенных быков из швеции так давай мы советский союз может на валюту так давайте друзья посмотрим что здесь на валюту предлагают мы можем взять что-то нет коробочку сейчас возьмем и съедим так все оставляем оставляем светлана вы друзья имеете возможность смотреть на меня покупающего коробочку на метку метку не берем мед на вид клубника хороша конечно вот но сегодня вот завтра прогноз погоды обещали что будет пасмурно а клубника она так устроена что она когда на солнце она более сладкая чем когда пасмурно поэтому мы вот возьмем сейчас одну коробочку а завтра мы возьмем там тоже пойдем соберем и это самое по сравним по сладкости учетом где хочет брать нам две много куда нам столько на живое всего а чё ты взял две светочка я взял потому что что чтобы не было сдачи да у меня как раз была десятка я подумал на десятку возьму а ты понимаешь так вот они дископа пятерки это правда света но вещь удобства они хорошие большие красивые вынесены к дороге я согласен что цена это грабительская но это фермеры я поговорил с парнем значит папа его фермер и я спросил его про мед он говорит летку не хотите ведь видок очень хороший я говорю а видок локальный он говорит да вид вот у нас веков тень коров и ума обороны тут коров как знаешь это выгодно сейчас ещё же как это когда-то сена самому коров там там прямо как вот их так много много никогда не подумаешь что коровы по таким горам ходят чтобы травку поесть но они ходят так что света чё я скажу медок локальный чисто внешне очень красивый такой зачем как янтарь на солнце банки эти стоят на солнце и они таким светом я тебе видно было или не видно было не первый раз так что а тут что здесь просто пляж то давай я поверну немножко друзья вот здесь здесь их немного совсем змеевиков да тоже не в костюмах черных таких как как нормальные серферы они за нашей спиной начать ракурс такой не да снимают твоих мама женщина так прямо опасно переползала правда да хорошо а у тебя нет еще не свечу мы прям родились тут нет ни джеку нет у меня такое ощущение что мы как бы здесь недавно совсем вот как будто тут приехали и когда смотришь назад уже прошло то есть когда начинаешь вспоминать то есть все что было да оно было с нами и тут мы работали это мы делали это мы делали на против получается долго но по персональным ощущениям как будто мы недавно мы такие новенькие вот еще коровы но ну вид ну там слева они бог как будто приехали как интересно у меня такое ощущение что мы как бы несколько жизней прожили вот одну жизнь мы прожили там это совсем давняя а послушай а в америке у меня ощущение что мы тоже не одну жизнь прожили а несколько вот одна жизнь была до обвалы интернет бума какая-то была жизнь это все это вместе потом была жизнь вот вот обвалы интернет бума да может быть я не знаю что сказать 2000 там 12 там одиннадцатого года а потом вот последнее время то что связано с ютубом то что связано с тем что как-то экономика хорошие все эти годы было и как-то какая-то другая жизнь стала знаешь вот я книжку написал о том как мы жили это было в одиннадцатом году я начал писать и почти все я написал в одиннадцатом закончил 12 но почти написал и после вот этого там возражает а книжку написал у меня как будто жизнь куда-то ушла и началась какая-то еще новая жизнь я стой попрощался как бы вот и нету ее больше а началась какая-то новая это такая светлая хорошая и все улыбаются все такие радостные я такой радостный и вроде и так все хорошо знаешь какая-то новая такая волна я посмотрю назвать да мы были конечно моменты когда было очень тяжело стрессовое все новый ролл да вот нет у меня так за все про все нет у меня такого что вот была какая тяжелая у меня все в принципе что это вот вся одна жизнь и она дальше вот нет ну как бы нет такой ощущения что так долго она тянется ты знаешь этих может быть я более чувствительный потому что или мне достается боль надо мне с одной стороны немножко больше достается всякой гадости во вторых я может быть более чувствительные к этому ко всему не знаю но вот у меня нет ощущениях так все ровно я когда перепаду и больше но понимаешь как вот у меня это просто знаешь как это вот большой видится на расстоянии да да вот и когда я говорю что мне кажется что мало времени прошло я смотрю как бы с очень большой дистанцией на это все наш как бы издалека и это все у меня превращается в точку если начинать рассматривать эту точку тести галюта были периоды за долго было это столько-то лет мы жили тут мы жили там делали этом это как получается долго но вот первая такая вскидка знаешь где-то там есть . это все . это америка до этого . это положить на москве . это же ты мне напоминаешь слова владимирича ленина из-за бессмертного произведения материализм и империю империю критицизм я не читал я тебе расскажу пару хохмачек оттуда вот частности там была такая хохмачка когда ленин сказал атом бесконечен вглубь как вселенная вширь да поэтому тебя вот есть . вот этот атом нашей жизни а он бесконечный вглубь все это как начнешь рассматривать чего только мы не читали друзья какой только тряне и вот знаете почему трянец с философской точки зрения все он сказал правильно у него в голове был полный момент подожди но вот нас вынуждали все читать и я просто что хочу сказать что и мы не тем не менее выжили там как-то ничего вот сохранили жизнерадостность посуду в америке греха и не сохранить как бы здесь все располагать вот я сегодня только вспомнила вот действительно это почему-то так я не знаю но в киеве или в украине или в москве или если я сзади слышала шаги а бывает что вечером идешь с работы не так много проходит в ссср король ссср идешь не скрипит сзади снега идут шаги было полное ощущение что часто тут сзади подойдут по голове то есть мнительность присутствует было ощущение угрозы вот это же не объяснить почему здесь тоже продают в сарае нет ощущения угрозы поэтому это субъективно это отношение я же не формировал там себе такое отношение почему-то это было внутреннее ощущение такое а здесь именно потому что было понимаешь там другая как бы парадигма что ли всей жизни вот например здесь если ты не не попался на чем-то да то тебе доверяют никто тебя не подозревает что ты сейчас пойдешь какую-то гадость сделать трампу еще пока не замешан не нам не надо про трампу я говорю про нас вот мы живем тут и никто тебя ни в чем не подозревает там например вот я помню ты идешь а вот можно вот это сделать первая мысль которая у этих людей возникает что это сволочь хочет устроить какую гадость какую гадость он хочет сделать то есть почему он интерес почему интересуется то есть первое какую гадость нет нет мысли что что-то хорошее сделает в наше время так было я не знаю или может быть мое восприятие такое нервное но в общем пофигу все хорошо поэтому поэтому здесь улыбаются поэтому здесь все хорошо и хорошие ощущения жизни ну что друзья мы в принципе возвращаемся домой тут буквально еще несколько миль и мы уже дома ну смысле в санта-крузе дома и мы наверное на этом с вами и простимся вот а я конечно мог бы еще там клубничку есть показать вам как она так чисто внешне отдельная запись все тогда надо до следующей отдельной записи счастливы друзья у нас кстати сегодня у нас сегодня у вас завтра будет прямая трансляция вот так что я так прямой трансляции прям вот клубничку и повешу чтобы там раз клубничка я думаю что вы там где тепло там клубнику я почему вряд ли я не знаю нет не обязательно в общем и подготовьтесь трансляции вечером сообщите где у вас растет клубника местные друзья до вечера